В этом видеоклипе рассматривается вращение секущих плоскостей в окнах плана этажа, разрезов и в 3D-пространстве. Для начала давайте рассмотрим процесс вращения плоскостей сечений в окне плана этажа. Щелкнем на расположенном справа элементе управления секущими плоскостями, чтобы создать новую плоскость сечения. После создания плоскости сечения наведем на нее курсор и щелкнем правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберем команду «Повернуть плоскость сечения». Первым щелчком мыши укажем центр вращения, а следующим – угол поворота. Теперь давайте рассмотрим процесс вращения плоскости сечения в окне разреза. Для начала создадим в окне разреза новую плоскость сечения, точно так же, как мы это делали в окне плана этажа. Затем вызовем контекстное меню и выберем команду «Повернуть плоскость сечения», чтобы повернуть вновь созданную секущую плоскость. Снова первым щелчком мыши укажем центральную точку, а вторым – угол поворота. Теперь давайте ознакомимся с тем, как происходит вращение плоскости сечения в 3D-окне. Начнем, как и прежде, с создания новой плоскости сечения. Сперва повернем секущую плоскость по горизонтальной оси. Для этого нам потребуется изменить положение плоскости редактирования. Давайте щелкнем правой кнопкой мыши в пустом пространстве для вызова контекстного меню. И активируем показ плоскости редактирования. Команда «Выбрать плоскость». Затем щелкнем в любом месте какой-либо вертикальной стены здания. Эта вертикальная плоскость будет использоваться как новая плоскость редактирования. Теперь щелкнем правой кнопкой мыши на ранее созданной секущей плоскости, чтобы вызвать контекстное меню. И выберем команду «Поворота плоскости сечения». Затем укажем на плоскости редактирования центр вращения и определим угол поворота. Для облегчения создания плоскостей сечения в 3D-пространстве Архикад поддерживает обратную связь. Теперь давайте изменим плоскость редактирования, выбрав горизонтальную поверхность. Повернем плоскость сечения вокруг вертикальной оси. Сначала укажем на горизонтальной плоскости редактирования центр. А затем угол поворота. Точно так же, как сделали это ранее. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Архикад использует расширенную технологию OpenGL для обеспечения обратной связи в режиме реального времени при вращении секущих плоскостей в 3D-окне. Редактор субтитров А.Семкин